Да, так вот, зачем нам нужны, собственно, эти праздники сезонные? Это имеет прямое отношение к предметам нашего рассмотрения, пространственно-временным отношениям. В сущности, неважно, какие именно это праздники. В нашей культуре, в нашей традиции, которая, в общем, не представляется, именно европейская, так сказать, если я беру границы своего сознания, это деление на четыре сезона, то есть четыре времени года, самое логичное, которое задает нам как бы первичную ориентацию в пространственно-временном континууме, на таком, я бы сказала, более-менее макро-уровне, потому что на микро-уровне там будет немножко все по-другому. И вот уже как бы на этом примере мы понимаем диалектику отношения между объективно существующими параметрами членения вот этой вот общей картины мира и индивидуальными. А это расхождение мы чувствуем каждый на своем собственном опыте, каждый раз. То есть что является объективным, а что является субъективным? Вот эта проблема, которую долго вообще философы отказывались обсуждать. То есть, по сути дела, это как раз и есть разделение на физику и метафизику. То есть то, что мне дано как бы как данность объективная, и то, что я о ней думаю. Это как бы физика и метафизика в самом грубом изложении их функций, функционального различия. Вот эта вот как бы граница долгое время вообще как бы не рассматривалась в философском контексте. То есть она рассматривалась, поскольку ставили субъектно-объектные отношения, но взаимное влияние вот этих двух областей практически выводилось за скобки. Мы как бы присутствуем при огромной революции в коллективном сознании. Огромной. Это как бы небывалое вообще событие, небывалая смена всех парадигм. И в первую очередь это связано с пересмотром субъектно-объектных отношений. То есть что является моим внутренним миром, пространством, временем, все, что хотите. И что является внешним, объективно существующим, вне моего наблюдения. Потому что физика, мы привыкли со времен Декарта, да, как бы с одной стороны признавать, что нам не нужна была гипотеза Бога для того, чтобы объяснить весь этот мир внешнего наблюдателя. С другой стороны, он же сам сказал Декарт, что я мыслю, значит я существую. И это противоречие его ничуть не смущало. Абсолютно. Но теперь мы понимаем, что просто Декарт поставил на место вот этого наблюдателя, который дает возможность существования всей картины мира, просто сам себя, и унес это за скобку. То есть таким образом, как бы вот этот вот мир существовал благодаря тому, что оттуда самоустранился наблюдатель, который тем не менее постоянно присутствовал. Но он игнорировался в качестве объективной реальности, так сказать. Но сознание движется вперед, все эволюционирует, у нас меняются точки зрения на мир. И в частности, мы вот, с чем это связано, наша основная революция, в период, в который мы существуем, это протяженность, процесс взрыва, так сказать, сознания, она характеризуется тем, что физики, наконец, признали, что категория времени не существует объективно, что это относительная система измерений. абсолютно относительная, кроме того обстоятельства, что мы все, 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 вот, кого мы видим, окружающие нас, мы люди, человечество, мы поддерживаем сознательно протокол о времени. Мы соблюдаем некие ритуалы, отмечаем их в календаре, и все вместе, так сказать, в эти моменты синхронизируем общую коллективную картину мира, которую мы все, так сказать, так или иначе поддерживаем, и свою личную, индивидуальную, которая всегда имеет тенденцию очень хорошо расходиться с вот этой вот гипотетической коллективной картиной мира. Поэтому стало понятно, что путешествия во времени невозможны. Это вот как очень ярко продемонстрировали на мысленном эксперименте братья Стругацкие. В их блестящей идеологии «Календельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». Вы помните, что там происходит ряд, так сказать, там описывается ряд мысленных экспериментов. И один из них — это путешествие во времени. Там есть изобретатель, который изобретает велосипед, как водится, и этот велосипед несет во времени, перемещает во времени. Но это время не объективное, так называемое, время, а это время, изображенное писателями в разных произведениях. То есть реконструкция в тексте вот этого вот времени. И, в принципе, уже в этот момент, когда они придумали вот эту вот идею, путешествие не во времени, а в текстуальном времени-пространстве, стало понятно, почему нельзя построить машину времени и перемещаться в некоем объективном времени. Не потому что даже времени не существует, это условная единица, а потому что нет такой точки в пространстве, к которой было бы привязано какое-то определенное время. потому что каждая точка в пространстве определяется исключительно с точки зрения какого-то определенного наблюдателя. Она всегда относительна. Мы всегда локализуем эту точку для кого? Для себя. А как у другого выглядит? Это еще вопрос, как выглядело то время с точки зрения, не знаю, сорокамошки, которая сидела на ветке и наблюдала убийство Цезаря его соратниками, что увидела в этот момент сорокамошки. Поэтому становится понятно и предельно ясно, что невозможно даже реконструировать гипотетически подобную картину мира, чтобы туда переместиться физически. Потому что этого пространства времени не существует и никогда не существовало. Это все фантомы нашего сознания, которые мы легко, пропуская лакуны, конструируем в нашем метафизическом мире. Мы конструируем эту картину как нечто цельное, меж тем, нет, ничего более фрагментарного, если подумать хорошенько. Потому что вот как раз туганские, пускаясь в это путешествие во времени по описанному будущему, они как раз обнаруживают вот это вот свойство исчезновения материи, так сказать, помимо вот этого вот нашего существования в границах нашего физического тела, да, как только мы начинаем задумываться, кто смотрит, как смотрит, почему он так видит, да с какой точки зрения он это все углядел, и как можно было вот так вот эти вот все предметы совместить в одном пространстве, которое выглядит совершенно так физическое, но физически оно таковым не является. Физически это просто холст и краски, а выглядит как будто бы целый мир, и можно как бы этот мир даже воспроизвести потом в физическом пространстве. Почему бы и нет? Самые интересные вещи воспроизводятся в физическом пространстве. Так вот, у Стругацких они обнаружили вот это свойство, так сказать, фрагментарности пространства времени в такой интересной детали. Там описывается, значит, что и вдруг стали попадаться люди, странно одетые, как бы шапка меховая, черные очки и больше ничего. Или там, значит, только в одних ботинках и розовых гетрах, к примеру. Пока путешественник не вспомнил, что очень часто читает в книгах, что вошел богатырь в магнатой шапке и черных очках. Остальное не указано. Остальное не указано. Но каждый читатель, который читает подобный текст, никогда не задумывается о том, есть что-нибудь дальше на этом шапке и в очках или нет. Это для нас нерелевантно в данный момент. Если бы мы сосредоточились на этом моменте и подумали бы о том, одет он или нет, он бы стал под нашим, так сказать, с воображением постепенно оформляться все больше и больше бабочек, тросточек. То есть нам становится понятно, что любой текст вообще устроен таким образом, потому что так устроено наше сознание о происходящем вообще. То есть наша картина мира, которую мы получаем, она всегда изначально фрагментарна. Изначально я имею в виду, потому что как мы получаем вот эти вот все пространственно-временные представления, мы рождаемся в этот мир и у нас уже сразу же как бы есть вот это вот место здесь. Откуда оно берется? Да ниоткуда. Просто как бы мы сюда пришли, в этот мир, и постепенно как наращиваем на себя пространственно-временные представления, которые проверяются опытом. Опыт этот нам поставляют наши органы чувств, которые, по сути дела, есть информационные фильтры разного типа. И вот как бы эта информация фильтруется нашими органами чувств, обрабатывается неким общим контрольным органом и строится цельная, псевдоцельная картина мира. Вот как бы разделите здесь, пожалуйста, физику и метафизику. Когда, так сказать, вот этот вот наблюдатель, да, снова появился в философии, то есть это можно называть как лингвистический поворот в науках. Есть такой термин, это 20-й век как бы привнес. То есть когда стали отдавать себе отчет, физики в том числе, и может быть даже в первую очередь, что даже это их самая физическая, объективная картина мира, которая целиком построена исключительно на опытных наблюдениях, все равно зависит от языка, описания. То есть все равно сначала надо построить традицию, терминологию, системность подхода, точку зрения выработать, коллегиальное, да, как бы построить вот эту вот картину, сетку, и накладывать ее уже, иначе никак не получается. Не получается цельных связей, потому что все остальное, то, что мы фильтруем, а что мы фильтруем? Да, вот как бы это пространство, куда мы попали, что это вообще такое? И когда вот так смотришь на все это с метафизической точки зрения, то понимаешь, что нет никакого пространства, абсолютно, это бессмысленная вообще категория пространства, это некое универсальное вместилище всего, что только может появиться. Это то, как бы вот, что возникает вокруг любого объекта. Объекта чего? Наблюдения. Потому что без наблюдения объекта, объекта не существует. Можно сказать, как бы не существует, но он существует, значит, для другого наблюдателя. Он существует для тех наблюдателей, которые веками, тысячелетиями на протяжении эволюции обитали на нашей Земле и все время имели свою картину мира. То есть вот это вот пространство вокруг них, и я хочу заметить, что не только физическое пространство, но всегда метафизическое пространство. Потому что они коммуницируют, живые организмы, да? Если они коммуницируют, значит, между ними есть вот это вот нечто, не заполненное никакой материей, чисто метафизическая коммуникация. Это обмен знаками, которые не есть вещи. Да? То есть всегда остается вот это вот незаполненное пространство вокруг нас. Это я хотела сделать такой небольшой экскурс в физику и метафизику пространства. И, кроме того, я хотела бы показать, возможно, даже действительно с иллюстрациями, некую, ну, возможную картину эволюции пространственных представлений человеческого вида. Это всегда как бы огромная проблема, да? Реконструкция. То есть здесь нет никаких точных утверждений. Это просто чисто метафизическая логика. Как это возможно? Но при этом, в чем, так сказать, отличие подхода научного к подобным примерам, мы всегда опираемся на материальные, документальные источники. Они у нас всегда есть для того, чтобы предъявить как бы вот этот след мысли коллективной, да, в культуре того или иного определенного народа. А, как правило, культура существует в языке определенного народа. Народ – это некая общность, которая использует одинаковую систему коммуникации или общую систему коммуникации и обитает более-менее как бы… То есть видит друг друга, скажем. Вот, например, евреи рассеялись, но, тем не менее, они представляют собой единый народ, единую обществу. Они почти все, ну, вот так по цепочке. Это вот как раз метафизическое пространство еврейского народа. Они видят друг друга, вот как опознаются среди рассеяния даже, да? Понимаете, это вот такие как бы вещи, они… Все это очень-очень сложная диалектическая система. Я пытаюсь только так немножко ее обозначить. Так вот, как бы, когда мы говорим о пространственных представлениях человечества, то первые шаги вот этого вот осмысления пространства, то есть вот есть пространство, в котором мы проживаем физически, да? Будем говорить тогда о физическом пространстве как о том пространстве, которое дано нам непосредственно в опыте органов чувств. Более или менее, так я думаю, нормальное определение. А тогда метафизическое пространство это будет пространство воображения, представление о том, каким образом устроено все, даже если мы это сейчас не видим. это, как бы, вот это осознание этого момента, когда становится понятно, что есть нечто гораздо больше, чем дано нашим органам чувств, фиксировано в истории философии, ну, нам стало это известно, скажем так, через Платона и его яркий образ пещеры, в которую заключен, как бы, наш разум, разум, что-то, да? Наш внутренний наблюдатель. Это наше тело, да? С органами чувств. Но метафора такова, что вот мы сидим, закрытые в этой пещере, и только по теням, проходящим вот так вот на стене, мы можем судить о том, что происходит вовне, так сказать, вот этой нашей внутренней пещеры. Я называю это внутренней пещерой. Платон так и говорит, пещера, настоящая пещера. Я думаю, что в данном случае вот Платону или как человечеству потребовалось пройти расстояние в своей духовной культурной эволюции от палеолита вот до Платона, чтобы осознать, как это устроено. Потому что, несомненно, пространственные концепции человечества, их колыбель, они зарождаются в пещерном искусстве. То есть они зарождаются в пещерах. Первые изображения, несомненно, способны передать иллюзию и видимого объекта, и его объема, и занимающие определенное пространство. Это вот как бы мы наблюдаем... Ну, давайте вот я задаю сразу же поиск. Я очень люблю открывать имидж поиски в Гугле, потому что они дают такую сразу же картину как раз парадигмы пещерной эволюции. Вот как бы ключевые точки, да? Можно чуть-чуть свет убрать, наверное. То есть какое-то пространство изображено на стенах пещеры. Ну, во-первых, я считаю, что это, конечно, ледниковый период дал огромный толчок. Это революция в развитии, в эволюции человека. Революция в эволюции, пардон. Когда пришел ледник, и появились долгие зимние вечера у огня в пещере, когда нечего было делать под звуки в юге, и вообще там завывание пещерных медведей и соплезубых тигров, как рассказывать страшные истории про то, как на охоте наш дедушка, значит, поймал, уничтожил и так далее, а при этом стени метались вот так вот по стенам этой пещеры. Там стояли скалы, на скалы ставили черепа медведей, и от черепов этих металей с тени, и, значит, пляски у костра с такими вот руками, и охры изображенные, главные, так сказать, объекты человеческого внимания на тот момент. Основа их благополучия, основа всей жизни, основа культуры, основа религии, звери, те, от которых человек напрямую зависит. Зависит жизнь его племени, зависит жизнь его рода, зависит жизнь всего человечества. А выжили в ледниковом периоде, ну уж лучшие из лучших. Только уж те, которые прямо, ну вот, супер лучшие. Лучшие охотники, лучшие воспитатели, и лучшие рассказчики, я думаю, потому что они передавали свой жизненный опыт, который в первую очередь выражался. Вот это весь мир вовне. Человек видит сейчас только вот это вот, ну это метафизическое пространство, несомненно. Правда, оно очень как бы близко к физическому. Здесь смешанные картинки, тут есть более поздние периоды. Это неважно, надо отфильтровывать просто потом. Вот эти вот примечательные первые изображения, одни из первых, руки просто наложенные на стену. То есть вот это вот тактильное ощущение пространства очень велико в пещерном, синкретическое пространство, когда изображали животное с наложенным на него руками, или как бы вот следами, значит, брошенным снарядом на тело. Ну вот здесь вот его убивают, да, того-то это животное. То есть это была магия в том числе. Магия программирования дальнейшее, вот как мы будем дальше охотиться. Вот если представить себе книгу «Джунгли Маугли», но перенести его в пещеру, есть такие романы довольно ярко восстанавливающие, гипотетические картины, возможные картины подобного быта. Вот это считается одним из первых, или, наверное, первое изображение человека. Собственно говоря, это портрет пещеры Ласко, насколько я помню. Это бизон, да, и вот, значит, лежащий человек, несомненно, мужчина, потому что здесь есть признак пола, так сказать, и с птичьей головой, а рядом птичка. И вот я читала много убедительных интерпретаций и литературы по поводу как бы аркаических, шаманских, так сказать, дорелигиозных представлений, дорелигиозных, когда еще не отделилась вот эта вот мысль от практики магической, потому что, конечно, поклонение зверю – это практическое поклонение, его надо было изучить, его надо было приманить, ему надо было уподобиться, как, собственно говоря, мы и наблюдаем в аркаических культурах, шаман надевает шкуру зверя и превращается в этого зверя. И вот это вот интерпретирует, как раннее представление о человеческой душе. Это шаман, переодетый, ситцей, но как бы не шаман, собственно говоря, а это умирающий человек, который превращается в птицу, то есть его душа улетает. Это очень раннее палеолитическое представление, подтверждающееся и другими источниками. Это не единственное подтверждение такого представления о том, как человек умирает, то есть куда он девается, превращается в птицу. Есть изображения чуть более поздние, где прямо по шею так отрезаны люди и улетают оттуда птички. То есть птица-душа – это вот палеолит аж идет. Человек начинает осознавать себя в этом мире. До этого как бы это был целиком внешний мир. А тут появляется вот этот самый наблюдатель. И появляется он, как правило, в критический момент. Вот он умирает. Либо это некий ритуал совершается. Сейчас посмотрим. Ой, выскочка. Здесь был такой ритуал представлен. Вот этот вот очень интересно трактует ритуал. Кабулу, пещера. Нет, кажется, на батаре. Нет, не знаю. Вот, вот. Вот это вот имя, картинка «Более или менее». Это предположительно описывается ритуал инициации мужской, в котором принимают участие женщины, в первую очередь. Один вот этот вот мужчина. А это, значит, женщины, ведьмы, меняющие свой облик вплоть до превращения в животное. То есть это трансформация. Здесь рассказана история волшебная о переходе из животного мира в человеческий мир, то есть из объективного в субъективный оград. Очень сомнительные все эти интерпретации, но, с другой стороны, у нас других тоже особо нету. Когда это начинаешь вписывать в общую систему, понимаешь, что в этом есть определенная логика, которая подтверждается современными данными антропологии, архаическими обрядами. Посмотреть там на тихоокеанские регионы, в каком мире связи с животным миром они живут. И там вот к этому кучу всяких подтверждений. Вот как бы это начало зарождения пространственных представлений человечества. Оно, в общем, это видно, что это пространство синкретическое, в том смысле, что там не расчленяются вот эти тактильные функции. Да, как бы оно полностью, ну как сказать, объективно. И вот эта линия развивается, я бы сказала, что это, в общем-то, языческая картина мира. Развивается и кульминирует в античности. То, что важно для нашей культуры. Возможно, если бы кто-то из искусствоведов или историков строил модель с точки зрения китайской цивилизации, то там получилась бы другая картина. Нету объективных, конечных картин. С точки зрения нашей культуры, в первую очередь, конечно, мы подходим к греческой античности. И вот там уже начинаются разработки научного порядка, о том, как устроено пространство. И как устроено пространство, в первую очередь, воображение, что нам важно, метафизическое пространство. Это пространство воображения можно назвать и пространством памяти. Потому что даже когда мы проектируем новые какие-то картины мира, продуцируем в своем сознании, все равно они вырастают как бы на основе того, на той почве предшествующей культурной памяти, которую мы уже собрали. И вот упорядочение этой картины памяти, этим начинает заниматься античная, ну скажем так, практическая философия, то есть риторика. Четвертый век до нашей эры, Симонит Киоский, по сути дела, изобретает мнемоническое искусство, систему. И вот эта классическая схема памяти доминировала буквально до последнего времени в нашем сознании. А именно она изобретает кладбище. На кладбище все как бы вот эта вот изменчивость, постоянное кишение мира обретает устойчивость в памяти. Вот там можно как бы зафиксировать гвоздем буквально имя человека и место, на котором он будет лежать. И ты всегда можешь прийти и как бы получить вот эту вот эмблему, соединение человека с его именем и образом, если это еще изображение, вот только на кладбище. Поэтому как бы искусство классической памяти, оно имеет прямое отношение к тому, как сейчас выглядят наши кладбища. Но это была как бы рефлексия, да? Там существует легенда о том, как это произошло. Симонит присутствовал на Перу, и в это время, значит, он вышел по определенной причине из першественной зала, и всех накрыло крышей сидевших, оставшихся. И вот он потом восстанавливал картину, кто где сидел, потому что они там стабильно уже лежат. То есть так, вот выглядел. Но я думаю, что само античное пространство, судя по его искусству, выглядело все-таки по-другому. Это, так сказать, апофеоз, я бы сказала, пространственной, реконструкции пространственных античного образца. Это Петрогамский алтарь, он находится в Берлине. И вот я хочу, он с утратами просто, да, как бы. Посмотрите на него вот как на целую конструкцию. Целую конструкцию. Или там, или там. То есть, по сути дела, когда мы вот так вот смотрим, мы видим некоторые срезы, как вот почва, да, как бы в разрезе дает представление о уровнях ценностных, естественно, в сознании античного человека, в его очень развитой фазе. Это действительно, как бы, ну, такой апофеоз уже античного представления о мире, да. Кишмя кишат корни, так сказать, вот эта вот подземная часть. Она переполнена вся объектами. Там все, как бы, вот так вот сплетено одно, с одним, ну, вот что-нибудь такое, да, или вот такое, или вот такое. Гиганты борются с атлантами и так далее, и так далее. То есть, по сути, это соответствует модели мирового древа, нашей индоэкропейской. Я надеюсь, не нужно пояснять стратификацию этой модели. На веку мы видим, видите, вот эту вот священную упорядоченную рощу, абсолютный космос. В храме, как бы, античном, это еще венчалось и портиком, то есть с показанием на доминантное направление в век. Вот, как бы, такое представление оставила нам развитая античность. И после этого вот эта вот фаза сознания, это этот мир, это представление о урегулированности пространства. Мы видим, что здесь оставлены зоны разные, зоны регулирования. Меньше, больше, более резонная, так сказать, более структурная. То есть, вся эта вот, как бы, модель прослеживается. И, тем не менее, это все абсолютно объектное пространство. Мы можем сказать, что это, конечно, метафизическое пространство, потому что оно, по сути, таковым и является. Мы не видим в реальности, так сказать, физической реальности мира этих картин. Но, тем не менее, каждый объект, взятый в отдельности, может вполне заменить тот объект, который в воображении, потому что он очень натуральный. Он занимает, как бы, сразу же объективное пространство, совпадающее с нашими оптическими, как бы, опытами восприятия живого объекта, натурального объекта. То есть, это абсолютно натуральное, материальное пространство. И вот эта цивилизация гибнет, сметается, так сказать, нашествием новой культуры, которая привносит и свои, как бы, там, представления о пространстве и мире, и, в том числе, и уничтожает. Следующий этап – это христианские представления о пространстве и времени. И вот, когда мы попадаем уже в эту эпоху, в христианство, мы можем уже дальше стратифицировать это даже лучше. Сейчас я посмотрю, что у меня будет. А, сначала, да. То есть, по началу развития христианского искусства вообще визуального, но у него как-то визуального. Собственно, это. Его вот очень... Одна из лучших, значит, наших искусствоведов, Ирина Данилова, называла слепым. Средневековье было слепым. Искусство даже было слепым. То есть, это как бы слепое зрение. Вот можно определить это так. Доминанта – абсолютное слово. Поначалу изображение вообще было крайне неумелым. Почти вернулись на уровень палеолита при начале христианства. И в изображении на плоскости, и в скульптурных тоже изображениях. То есть, крайне-крайне неумело заново учились работать с материалом, выстраивать какие-то композиции. И при этом мы видим действительно очень большую разницу в сознании в той картине и том месте, куда помещается изображение. Вот это вот... Здесь нужно уже говорить о законах перспективы. То есть, той точки зрения, с которой изображается происходящее. В античности, в принципе, вообще этот вопрос так не стоял. Это было чисто практическое, техническое условие. Например, колонны чуть-чуть расширить кверху, для того, чтобы снизу вид был более стройный, не было бы слишком большого перепада. Они использовали перспективу, но они над ней никогда не думали, не размышляли и ее не изучали. А средневековье, по виде, по поверхности, не изучает перспективу, но, несомненно, с ней работает. Перспектива — это определенная позиция, которая позволяет построить иллюзию пространства на плоскости. То есть, вот этого трехмерного пространства на плоскости. Вот очень интересная вот эта вот картина, часть Ванейковского алтара. Он есть прекрасно, его разбирает детально Борис Андреевич Успенский. Специально как бы есть работа, посвященная анализу, в том числе и степени условности в этом алтаре. Здесь все уровни, вот как бы каждый из входов из этих порталов, они обладают иной степенью условности изображения, начиная с наиболее практически натуралистического изображения человеческого тела, вот Адам, да и Ева по краям, в верхней части алтаря. И как бы вот такого сугубо символического, условного, канонического изображения Бога, нигде, да, на каком-то тоже фоне, с золотом, который означает скорее молитвы, что ли, поскольку там все испещрено именно вербальными надписями. То есть это переход совсем на другой уровень осмысления, что ли. Но здесь вот эта вот внизу часть алтаря называется поклонение Агнцу. Мы видим алтарь с ягненком, да, здесь и расположенные фигуры вокруг этого. Изображено все в прямой перспективе, который в это, так сказать, время, предположительно, 1432-й Нидерланда, Ван Эйк, в принципе, он ее не знал, как разработки научные. Это интуитивное построение перспективы. И что здесь примечательно, что эта перспектива построена с той стороны, то есть вот она строится из точки Солнца. Почему это стало понятно и известно? Потому что по расположению фигуры у алтаря, которые расположены с той стороны, вот эти вот джоны, мироносицы, вот эта группа женская, должна быть слева от алтаря. Поэтому единственное возможное прочтение – это с той стороны. Вот он как бы видит эту перспективу, с точки зрения кого? Ну, разумеется, не себя, потому что это с той стороны происходит. И потом, позже, мы видим, как точка зрения художника, вот это вот пространство, в пространстве ментальном. Вот возьмем, например, знаменитый Босх, сад зименных наслаждений. Посмотрим на позицию, которую занимает вот этот наблюдатель в пространстве у Босх. То есть вы помните, что этот триптик, он в сложенном состоянии, вот, ой, какой маленький, вот побольше, да? То есть это в сложенном состоянии, этот триптик, он строится как алтарь, но алтарем, по сути дела, конечно, не является, поскольку предмет сюжет изображения. Откуда и кто смотрит на этот мир в пузырьке? Вот это вот как бы то самое метафизическое пространство с точки зрения составителя, Бога. То есть Босх изображает некий мир, и вот он туда прямо и заглядывает внутрь, да? Раскрывается этот мир, плохо раскрывается, маленький, вот так побольше, да? И он представляет одновременно и некую, задает историю, эволюцию, развитие этого мира. Вот, значит, тезис такой, да, сотворение, вот потом, что они тут вытворяют, как тут все это происходит. Причем очень высокая степень отстранения. Это вот такой наблюдатель, который смотрит в эту колбу, вот в чашку Петра, и думает, господи, что они там делают? Это же какой-то кошмар. И это непонятно, и то непонятно, какие-то вот абсолютно энтомологический взгляд на вещи. То есть то, как представляли себе пространство средневековые люди, выглядело вот так вот примерно. Они смотрели на себя самих, в том числе, вот такими вот мелкими букашками. это еще долго будет, там вот Брейгелевская, например, знаменитая перспектива. Вот сверху, вниз, вот там людишки копошатся. Иначе не стоит изображать это вот цельное. Но мы понимаем, что это такое. Это картина мира. То есть это то самое метафизическое пространство, взгляд как бы извне, и этот взгляд, в общем-то, не взгляд художника. Художник еще не понял, что это его взгляд. Вот я сейчас вам покажу картину, где художник понимает, начинает понимать. Вот это картина Брейгера. Посмотрите, как изображена перспектива. Во-первых, Сорока на визице. Это Сорока, это Волтовнян, натурные слухи и так далее. То есть это, в принципе, как эта эмблема, карта Таро, подпадающая под символическое истолкование. Но вот посмотрите, как изображена визи лица. Она изображена, как Эшер бы ее нарисовал. То есть это невозможный объект с точки зрения правил перспективы, построения перспективы прямой. Невозможный объект. Мы понимаем, когда вписываем фигуру Брейгера, в развитие вот этих вот изображенного пространства, мы понимаем, что здесь происходит вот как раз эта смена перспективы. Художник видит одновременно с двух сторон визи лица. И с той стороны, и с этой. И вот в этот момент художник, как создатель картины мира, окончательно совмещается с автором картины. Вот когда вот происходит это вот переворачиваться. И дальше художник все. Он Бог. Он творит весь мир. Ему подвластна перспектива. Она абсолютно высчитывается так же, как это. Такое же знание, как знание законов математики или что-нибудь такое. Это грамотность визуальная. Она распространяется чрезвычайно широко. Все рисуют. В 19-й век образованные барышни все рисуют. Они все умеют строить перспективу. То есть это завоевывает постепенно массовое сознание, умение строить перспективу. И вот это вот умение, научные наработки, вот этот тип сознания в конце концов подходит к своей кульминации, когда все подвластно художнику он изображает с любой степенью достоверности любой мир. Ну, при Рафаэлиты какие-нибудь. Даже не знаю. Как вообще посмотрим. Ну, что-нибудь вот такое. Миры, степень присутствия, достоверности, детализация, воспроизведение. Что делать дальше? Ну, и понятно, что как бы дальше неинтересно, потому что каждый уже может. Кроме того, появляется фотография, тоже не случайно, а просто потому, что законы оптики, перспективы стали абсолютно понятны. Более того, стало понятно очень скоро еще и законы динамики, а очень скоро стало еще и понятно вот этот вот принцип лакуны, лакунизации. То есть, по сути дела, это монтаж, да, который мы выстригаем, в нашей памяти, в нашем сознании, всегда выстригаем из чего-то картину мира и монтируем ее. И это всегда вот некая как бы такая вот реконструкция с определенными лакунами. то есть, все это вот происходит где-то в конце XIX, начале XX века. Импрессионизм, распадение мазка, абстракционизм, распад формы. Малевич рисует черный квадрат, где полностью отказывается от всех законов построения иллюзии. Это же все об законах построения оптической иллюзии. Она стала абсолютно понятной, и теперь мы понимаем, что любая, любой образ, любое изображение, это, по сути дела, оптическая иллюзия, если говорить так уж откровенно. И, соответственно, дополненная метафизической картиной, собранной из впечатлений наших органов чувств. То есть становится все вот это вот понятно. Что происходит дальше, когда вот распалась, да, Малевич? Происходит разделение на несколько вероятностных рукавов развития изобразительного искусства. Я попробую сейчас припомнить все, которые я тут выделила, пока готовилась. Значит, одно направление. Это чистая абстракция. Вот Кантинский, ритмы некие, которые создают вот эти вот абстрактные фигуры в пространстве, это смыкается с геометрией и с подобными уже какими-то изысками математического научного характера. Гиперреализм. Чуть-чуть попозже появляется, но вот как бы немного педалированное изображение реальности, так, чтобы вы почувствовали, насколько это уже прямо реально вот так, что очень нереально. То есть игра с этими понятиями, представлениями о том, сколько грани реальности, сколько можно добавить этой реальности, чтобы по-прежнему оставалась все-таки правдоподобной. и мы видим искажения, видим внесение вот в эти изображения гиперреалистические момент оптики, когда вот этот глаз наблюдателя, так сказать, живого наблюдателя заменяется еще или дополняется объективом камеры и искажением вот этого объектива дает особое чувство объективности изображенного, скажем так. символизм прекрасное направление с моей точки зрения есть более продуктивные с моей точки зрения направления развития изобразительного искусства и менее продуктивный вот символическое направление ну вот скажем это петров-откин шагал они возвращаются снова к этому синтетическому и такому объемному пространству видения целиком всего мира сферическая перспектива петров-откин или шагаловский вот эти вот взгляды так сказать сверху который он не совмещает с собой сюжеты предполагаемые это что изображается то как изображается петров-откин это имеет несомненно сакральный смысл в первую очередь он из себя не ставит на место бога это другая позиция эта позиция бога ну как вот мы приближаемся к этой возможно если мы попытаемся охватить всем нашим сознанием духом вот это вот все пространство вот такой вот пафос чувствуется в символистах хорош все очень индивидуальные вещи чистый вкус затем значит идет с моей точки зрения проваленное направление рэдимейда это когда готовые объекты используют в качестве произведения искусства это начал у нас дюшан и значит выставив писсуар в качестве произведения искусства настоящий и отсюда значит идут всякие там отвервления вплоть до экскрементов галереи и прочего распада с моей точки зрения это распад изображения поскольку уже идет как бы на переходит вот эту границу физического метафизического пространства фатально вплоть до экскрементов которые не имеют символической нагрузки и тем самым они также ценятся как первичный материал в этом искусстве и вот это вот рэдимейд перформанс вариант рэдимейда ну как бы на другом конце стоит где человеческое тело является собственно говоря полем пространством искусства интерпретации и так далее и так далее все эти скандальные перформансы последнего времени у нас у всех на слуху было до того что человек как бы жертвуют частями своего тела то что считалось вообще неприкосновенным когда-то а в некоторых традициях до сих пор неприкосновенным оскопление и прочие ужасы пробивание гвоздями обрезание разных частей тела вот это мне кажется тоже здесь это с другой стороны бывают и интересные перформансы очень такая подвижная среда трудно регламентируем и сюрреализм вот сюрреализм это такое направление которое вполне процветает и я считаю что оно исключительно продуктивно потому что они как раз говорят что охотка значит все миры которые настроили на наших изображений они все виртуальны они все метафизические давайте же на настроим каких угодно миров вокруг каких угодно объектов пусть они будут серо-зеленые в крапинку пусть у них значит четыре хвоста и 5 глаз пусть они будут такие такие сики сики и как бы многие играют до сих пор в эти сюрреалистические игры вполне продуктивно оттуда выползают интересные образы освежают исключительно нашу обыденность потому что конечно приедается все на вот это вот рутинная с одной стороны это нам обеспечивает комфорт с другой стороны нас и есть непосредственно непосредственные авторы которые знаковые которые играют с пространством именно и конечно мы не можем нет обойти вниманием эшера который построил эшер это целый этап я считаю освоение нашего пространства ментального коллективного пространства то как он играет с этими иллюзиями дало вот огромный толчок и дизайну и мысли в общем всему всему просто вот эти невозможные фигуры которые переворачивают сознание но это как бы его предшественник это пиранезе который очень популярен начале девятнадцатого века его воображаемые архитектурные и воображаемые и не воображаемые интерьеры архитектурные вот эти вот архитектурные пространства которые он создавал они очень-очень были в ходу или на слуху вот такой вот как бы пространство романтической эпоху предлагал оно все построено исключительно по законам перспективы прямой и создает очень детальную и подробную иллюзию трехмерного пространства на плоскости и когда это вот вся все мастерство понятно что а что делать дальше после пиранезы когда он все уже построил с этим существует как венец паноптикон так называемый это постмодернисты французские очень любят этот сюжет паноптикон это такое воображаемая тюрьма идеальная для наблюдения где вот в центре декарта во вселенной на самом деле центре стоит наблюдатель который вообще выключен из системы полностью и от него радиально расходятся коридора ведущий к камерам и он всех вот теоретически видит даже когда он не смотрит в данный момент все равно само его присутствие обеспечивает вот это вот наблюдение вот это вот вселенная с точки зрения декартовского позитивизма которая начинает постепенно разрушаться вот это вот романтизации так сказать иллюзии размывает ее вот он дает нам представление о трансформации пространства о возможностях такого переосмысления этой всей надоевшие уже наскучившись трехмерности перетекания одного в другое и так далее и так далее собственно а если мы будем говорить об аналогах в литературе вот какие у вас ассоциации возникают просто под конец какой литературы с каким автором скажем когда смотрите на алиса в стране чудес нет у меня конечно там в алисе в стране чудес используется тоже игра с пространством несомненно которая вот все время меняется зависимости от точки зрения от каких-то поступков она постоянно подвижно вообще все выглядит мне кажется вот своей точки зрения сейчас так что пока мы не начинаем что нибудь замечать вообще так отмечать где-то сознание что оно существует в неком спутанном состоянии то что говорят в квантовой физике спутанное также прошлое как бы это все спутанное состояние только наложением определенные перспективы мы приводим вот эту спутанность в некую относительно регулярную регулярную форму но это не значит что мы не существуем в комфортном на объективном реальном физическом пространстве это физическое пространство естественно разделяется нами со всей природой что надо думать что все тут наблюдатели если бы проблема в том что вот конечно вся эта вот информация но каждый объект в этой системе является одновременно и передатчиком и приемником и не бывает так чтобы только приемник просто не может быть я сколько ни пытаюсь как бы помыслить себе иную систему не получается никак не может поэтому вот такая такой материал и теперь я хотел бы немножко буквально подбежаться по той выставке которую поводом который явилась поводом для нашего сегодняшнего разговора это значит жорж перик просто пространство есть такая книга я ознакомилась с ней прочитала и она вдохновила создателей кураторов этой выставки можно посмотреть на пятом этаже я посмотрела что это такое принципе вот это вот очень показательная стадия распада метафизического пространства и попытки его снова саккумулировать демонстрирует автор в принципе это конечно же клон с и прямо названа источник для это это у кальвина а лучше читать конечно это у кальвина его невозможные города книга питала кальвина был очень близок ко всяким постмодермистом французским фукора ламбард он прекрасно осведомлен в лингвистическом повороте левистрос и тому подобное и соответственно создавал подобные художественные произведения где он использует вот эту текучую позицию художника пространственную перетекание из одного виртуального мира вот это вот множественность миров которые мы сейчас живем просто в литературе она представлена в качестве такой программы ментальной программы которые можно следовать и многие живут уже в этих множественных воображаемых мирах и конечно это алла кальвина свою очередь базируется на традиции которые представляют умерто эко его главные романы маятник фуко и имя розы которые рисуют именно вот эту изменению изменения ментальной в первую очередь пространственной картины мира а именно памяти человеческой при помощи метафоры библиотеки вот как бы библиотека эшера прямо используется в фильме имя розы с шотом и коннерри по уме тег основывается на наработках борхеса который он и выводит в качестве слепого библиотекаря этого корфе из боргеза в романе и мир поэтому я рекомендую всем читать непосредственно борхеса но тем не менее это интересная вот попытка вот так подумайте сами что такое трехмерная иллюзия пространство например у гусеницы есть представление о трехмерности пространства или у слепого от рождения человека разве у него трехмерное пространство нет это бесконечная плоскость бугристая поверхность который это исключительно иллюзии нашего оптического аппарата что тут что-то трехмерное а это так вот как выстроить в нашем хрусталике все это дело причем эта картина там мы знаем мозг переворачивает вообще делает с ней все что хочет потому что эта картина всегда только маленький фрагментик всей той реальности которой мы физически постигаем органами чувств фильтруем да они все время дополняют вот значит ногам поставляет информацию что пол снизу хотя глаз показывает что пол сверху так корректируется картина мир и ровно так же как бы корректируется каждый конкретный момент да теперь опять таки возвращаясь к этой выставке непосредственно я не помню честно говоря какие именно цитаты и сперек они использовали для того чтобы вдохновиться тем что они создали вот в этом проекте но как у меня лично есть некоторые появился я выработала такой критерий качества современного искусства поскольку искусством сейчас может быть названо все что угодно и выставлено все что угодно мы знаем это прекрасно просто этикетка так сказать место дает статус произведения искусства а начиная с писсуара дюшана да он первый был такой и я выработала что если как бы не та инсталляция или то представление дает толчок мысли моей воображению развитию как я это принимаю я говорю да спасибо мне это помогло даже если это неприятно это неприятно я смирилась с тем что искусство не должно быть обязательно эстетически приятным она может быть безобразным но она будет мою мысль а вот если как бы я прихожу и вижу так окей без куратора без объяснения я не могу понять смысл никакого толчка пока не получаешь я беру кураторское объяснение читаю я не увидела вот этого а вот если вот так посмотреть как куратор предлагает да вижу 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 все пошла мысль но если я беру кураторское объяснение смотрю на то что представлю читаю это кураторское объяснение смотрю снова ничего там не нахожу ничего там не вижу ну извините конечно можно это выставлять и дальше но мне это ничего не прибавило не на одну секунду не на один сантиметр моего понимания огромной вселенной сознанием это физической вселенной мой учитель он написал книгу которая как и называется юниверсов майнд пространство майнд вот этого ума разум майнд понимаете вот это вот индоевропейский корень здесь в общем у нас ментальность вот это мнение майну по-немецки вот этот вот корень мы и одновременно это мнимость то есть вот это вот в глазах оптики люди очень давно подметили диалектическую двусмысленность этого органа восприятия с одной стороны лучше один раз видеть чем сто раз услышать а другой стороны не бери глазам своим ну и так далее это в принципе справедливо и так и так да не увидишь не поймешь как это выглядит но увидеть тебе все равно не поможет понять как это устроено когда гуниель сюрреалист вандаловском псевд разрезает глаз до бритвы человеку на экране и вот это оттуда так сказать выползает из этого глаза я уж не буду вам показывать эти классики уже показывать эту картину выползает вот эта субстанция собственно он ставит вот такую радикальную точку на разницу между физическим и метафизическим пространством потому что вот то что как бы содержится физически в глазу вот это вот жидкость которая выпала оттуда это не имеет никакого отношения к картине которая возникает посредством этого органа никакого отношения слизь никакого вот эта разница между физическим и метафизическим с одной стороны она стирается до неразличий а с другой стороны как бы она все солиднее и солиднее стоят перед нами вот и тем не менее я хочу еще раз поблагодарить за то что вы имели случай благодаря этой выставке собраться здесь поговорить может быть несколько чуть более суммурно чем мне хотелось начали на важную для меня и надеюсь вас тема спасибо на самом деле продолжение следует будет у вас ну это зависит не от меня от устроителей на самом деле вы сегодня столько задали ростков что даже можно уже просто брать и дальше продолжать этих веточек потому что очень концентрированное расходящихся тропок та метафора борхеса она вот сейчас как бы начинает это господствующая метафора для понимания того что как бы как устроено сознание человека то есть память по сути дела вот это вот некие объекты и как только у нас появляется объект где бы то ни было вокруг него немедленно образуется поле пространства и это поле и есть собственно говоря канал коммуникации между объектами потому что возникает немедленно как бы коммуникации даже если объект один он все равно коммуницирует значит с окружающей этой самой средой таким образом и сразу появляется мне внешне для кого внутри для кого внешне а вот как значит улит вот я себе представляю наше пространство в котором мы живем каждый день это что-то типа панцире улитки ты вот навертел на себя да построил себе такую норку там а ночью вообще закутался в одеяльце и там закуклился то есть это все комфортно и уютно но это в общем конечно большая иллюзия то есть это надо поддерживать каждый день постоянно там чуть как бы выпустишь из внимания смотришь глядишь там окошко уже расшаталась уже дует уже не так комфортно если это вот все как бы энтропию не разгревать периодически но очень быстро все рассыпется ровно так же как бы мир вот этого вот коллективного порядка так сказать но он существует только до тех пор пока мы его поддерживаем все в той или иной степени а как только перестанем тут все там все захереет никто не вспомнит уже ни про какие нормы это только говорят что даже у птиц которые перелетные птицы вы знаете что они летают на север потому что здесь меньше паразитов чтобы вывезти птицов безопасны они летают значит навигатор у них есть это физическое лицо так сказать птица навигатор которая помнит наш руль и если как бы она не передаст это следующему поколению они не найдут пути то есть все исчезает мгновенно все очень подвижно поэтому вот мы живем в самом-самом таком несущественном мире при том что все переполнено я смотрю там переработка вещей да вот насилие этих вещей это журни уже сколько вещей это же просто вот все забито буквально вещами кругом представляете какая терапия разъедается материя с одной стороны она как бы при избыток или при избыток и она значит все теряет теряет веса в ценностном метафизическом мире то есть мы живем сейчас вот в этом материально заполненном полностью куча всего выбирай такое выбирай такое выбирай такое это же все выражается в разницу все больше разницы между чем больше разница тем меньше она заметна все стирается и стирается диалектика диалектика надо надо обладевать диалектика этот мир диалектичий надо все время смотреть вот так вот здесь вот так а если с другой точки зрения ухты совсем по-другому и так дети дети тоже сейчас уже так более или менее воспитываются хотя трудно идет а вот трудное поколение потому что родители еще в этом мире а эти уже кто-то инопланетяне правда дети как инопланетяне как инопланетяне так так кофей вот 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 вот